Друзья, всем привет! Вы на канале Виктория Лид. Помните, у нас вот такие вот штуки линолеума лежали, и дети их отрывают просто. Невозможно. Вот так вот лежали, вместо порожков. Сейчас мы купили, Ром уже болгарка свои новые отрезал. И вот так вот будет теперь у нас порожки. У нас уже две штуки мы сделали, а третья узковатая. Там большие обрывки линолеума не хватает, и мы возьмем более шире. И здесь он обрезал. В общем, показала до, потом после саморезами притянет. Они светленькие, такие хорошенькие. И все. Так, ну что, порожек он приделал. Всем привет! Я уже походила с пальчами на глазах, уже привела себя немножко в порядок. Я, правда, не расчеснулась еще. Я думаю, ничего страшного. Так, сейчас мы быстренько собираемся, уходим опять за дверью. Возможно, мы зайдем в детскую поликлинику. И будем заниматься всеми, сделаем погоду просто шикарную. Вроде как там солнышко, небо чистое, голубое. И я уже устала каждый день ходить гулять. Но ничего страшного, надо делами заниматься, пока есть возможность. И мы подали заявку, сказали в агентстве недвижимости, что ипотека под 4,9, если не ошибаюсь, процентов годовых. Я не знаю, прокатит, не прокатит, одобрится она или нет. Но из-за того, что у нас маленькие дети есть. После... Почему? Я не знаю, должность или нет. Из-за того, что у нас маленькие дети есть, за то, что мы молодая семья. Я не знаю, какой-то банк, но мы потом, скорее всего, узнаем. Но все равно, знаете, вот если покупаешь вторичку, допустим, то там процент на ипотеку всегда больше. А когда новостройку, там всегда меньше. Вот на 1-2% в каждом банке есть такая разница. И мы об этом уже знаем, уже совсем истолкивались, да? Каждый день что-то надо делать. Каждый, 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 божий день. Вот так. В общем, у нас все форточки открыты, уже сижу хорошо. И сейчас я пойду уже одеваться так неухота, на самом деле. Уже хочется поваляться чуть-чуть, но надо уже заниматься. Ах, да, я психанула вчера и оторвала все свои ногти. Просто, я не знаю, то ли я не сказала, что я плохо зачистила тогда, что плохо пробафила тогда, что плохо обезжирила тогда. Ну, как-то отходит, знаете, прям пленкой. Я не знаю, почему. Я попробую еще раз, еще раз. И скажу вам реальный отзыв на эту базу для гейлака. Это IQ Rubber база, каучуковая. И все, ногти просто слезли. Ну, естественно, я помогла себе, но я уже сделала пил. В общем, на днях будем. Возможно, сегодня, возможно, не сегодня. Сделаю по-любому маникюр. Потому что я подумала, что, ну, нахи хрена делать еще два ногти. Как-то уже все отросло уже, естественно. Не та форма. Хочется обновить. Хочется сделать заново маникюр единический. И решила все-таки снять. И, надеюсь, сегодня я не сломаю еще ни одного ногти. Я на это очень надеюсь. И все будет в порядке у меня. Так, давайте пойдем собираться уже, одеваться. И будем выходить. Ну, что, мои дорогие. Я решила, наконец-таки, одеть платье. Какое-никакое. В общем, я сегодня освоила стрелки заново. И я поняла, знаете что? Что, когда красишься каждый божий день, тогда уже как-то все лучше получается. Юрец мне тут. Колбочки у меня маловато. Я купила себе омсы. И они второй его размер маловат. Так что они маломерят. И на ногах у меня вот такие сегодня были ботиночки, которые так купила. Но я думаю, сколько будет. Самое толще. Офигенно будет. Да-да-да-да-да-да-да. Все. Выходим, выходим, выходим. Вот эти колготки очень сильно маломерят. Поэтому всегда берите на огне больше. Вот так это выглядит с курткой. Мне кажется, вообще офигительно. Эти, кстати, ботинки я покупала. У меня был шокинг-блок. 250 рублей по скидке в легком шаге. Мне очень нравится. Очень классно, как тапчики. Так, ну что. Мы вышли. Наконец-то время часа два, полтретьего. И мы уже вышли. Я надеюсь, что сегодня у нас все получится. Потому что в прошлый раз, вы помните, у нас не получилось. Потому что не было людей, не было возможности, чтобы заказать дверь. В понедельник они не работают. Мы ездили в Тулу, как будто в Москву. Сейчас вторник. Мы идем, надеюсь, что мы закажем. Если закажем, то скорее всего привезут в четверг. Я надеюсь, что мы выберем нормальное. Сегодня я решила пойти без помады. Я просто с карандашом от Си. О, Господи, вздыхаюсь. Я с карандашом от Ливиен Сабо. Поэтому, если интересно, давайте я в конце... Когда пойдем домой, я покажу, что у меня было на прошлом лучшее. На этом просто у меня был карандаш для Луи. Красный, как подложка. И матовая красная помада. Которую я советую только, если вы не внушите, если вы не пьете. У нас не постоянно пытается управлять. Сейчас у нас еще 9 сутка. У нас будет, надеюсь, что получится, что не сделайте. Плюс попадем к ливенью. Надеюсь, мы туда тоже успеем. Сегодня проще тепло. Юрец у нас в новых штанишках. Мы ему купили офигенные. Кстати, они такие теплые. Мы сегодня с полгода нашли с Юркой. И кроссовки. Каждая, зайка, свои кроссовки. 28 размер. Не знаю. Офигенные кроссовки. Он уже бегает, он уже носится во всю куртку. Куртку маме оттуда. Она поменяет размерчик побольше, чтобы был. Вот. Сегодня тоже прекрасная погода. Я посмотрела прогноз погоды и говорили, что... Ой, вроде как должно быть плюс-минус ноль. Плюс два, плюс три, плюс четыре, плюс пять. Минус два, минус три с конца недели. Я не знаю. Но пока что вроде солнышко. Оно особо не греет. Но ведь на воздух нагрелся. Это самое главное. Вот. И вот серьезно. Если красится каждый день, как я сейчас это уже начала вводить в привычку, то намного легче рисовать стрелки. И намного легче как-то не дрожит рука. Знаете, уже все в суверенности делаешь. Самое главное начать в этом деле. И все. И я сегодня что-то психанула. Решила своим... Как это называется? Лайнером. Ой, гелевым. Мебель нарисовать все. Стрелочки какие-никакие. Мне кажется, ну, получилось до первого раза очень офигенно. Они даже почти практически похожи. Это уже самое главное. И хочется немножко, знаете, весну в себя приносить. Потому что зима, зима, зима. Ой, гелеви. Все, не хочу, не хочу. Вот так. И солнышко привлекает. Классная погода. И Холика Холика, с которой я показывала розовая версия, она реально с розовым оттенком. И мне он с потоном. И мне он не сильно очень подходит. Вот, которые версии увлажняющие, там не было такого явного розового оттенка. Поэтому мне этот цвет не очень сильно подходит. Так что, не знаю. Я знаю, что Катрис я хочу попробовать. С которой с пипеткой. Ликвид Кабридж, если не ошибаюсь. Ой, не поймем, как она называется. Возможно, так. И Эпилайн тоже мне это советует. Но я хочу Катрис попробовать, как он очень. Вот. То, что он более плотный. Не знаю, хочется чем-нибудь новое все-таки попробовать уже. Сколько можно одним и тем же годами пользоваться. Ой, индустрия красоты не стоит на месте. Нам надо быть много со временем. Вот. И сухой шампунь, честно скажу, не работает. Потому что он не работает. Он практически не работает. Я не знаю, почему. Но мне он совсем не зашел. Я не вижу большого какого-то эффекта, который должен быть. И мне это тоже сильно смущает. Так. Мы пришли практически. Сейчас посмотрим, какие. Может быть, там уже кто-то что-то купил без нас. Может быть, что-то привезли. И мы посмотрим, что там есть. В общем, сейчас покажу вам. Еще я сегодня была на сайте ОБИ. У нас он есть только в Максе, в Туле. А сейчас мы есть улочку по зловой. Это вопрос про то, почему вы хотите поменять квартиру и не остаться здесь жить. Мы хотим жить в Туле. И мы думали, что доставки у зловой нету. Поэтому мы думали, как мы будем доставлять с линолем, ламинат, если мы захотим купить ту же самую штукатурку. Я сегодня залезла на сайт, увидела скидки до 70% на ламинат. Да, офигенно классная скидка. И смотрела, как там можно что заказать. Там вводишь город. И я увидела, что в наш город, спокойненько, можно сказать, у них есть доставка. И она рассчитывается от килограммов, от цены, от этажа. То есть, если, допустим, на 1000 рублей вы закажете, и будет там где-то от килограмма до 30, то доставка бесплатная. Подъемный этаж бесплатный. Если от 30 до 100 килограмм, если не ошибаюсь, то доставка уже платная, подъемный этаж платный. Но это в районе 500-600 рублей за каждую позицию. То есть, привезли вам вы 600 рублей, заплатили. И также 600 рублей, грубо говоря, наш населенный пункт, как это, подъемный этаж. Там рассчитывается все по этажам. Вы сразу вбиваете, сразу все вносите. Там есть как первая зона и как вторая зона. Первая зона – это до 10 километров от города, от луфта, выдачи, самого магазина, который у вас есть. И до 50 километров. Мы входим до 50 километров. Это вторая зона покрытия. Так что хорошо, что мы не настолько далеко уехали. То, что мы все-таки здесь. И все-таки есть возможность заказать уже там. Потому что там реально намного дешевле. Прямо, я думаю, можно от себя. Ой, девчонки, мы уже в магазине. Я думаю, что если мы выберем, придем в магазин. Сейчас успеет. Если мы придем в магазин, посмотрим те позиции, которые нас заинтересуют, мы захотим купить, то мы это сделаем. Просто на сайте, допустим, в тот же день закажем доставку на дом. Так что это нам огромная возможность. Мы уже в магазине. Рома ругается, что я снимаю. Но я хочу снимать, хочу с вами делиться. Так что извиняйте все. Так, двери, двери. Мы уже пришли. Так, нам вот это очень сильно понравилось. Ну-ка. Ну да, она же стоит. 14 600. Нам еще говорили, что там какие-то двери тоже есть. Типа они то ли литовские, то ли польские. И сказали, что они типа дороже намного. Ну как там, ну как, каждая дверь там на тысяч пять дороже. Там от 15 и выше цены. Такая тоже классная. И не знаю, мы решили как-нибудь там типа три петли, Рома говорит. Вот здесь вот раз, две здесь. А там три. Типа она более тяжелая. Но я не вижу сейчас смысла переплачивать, честно, девчонки. Не хочу. Вот здесь тоже три петли и что? Она что-то более тяжелая от этого что ли станет? А вот такой точка хочет, да? Какой? Вот такой вот. Ну открой ее. Нет, я квадрата не хочу. Не, не имею в виду, что тут все и в каком теле. Снаружи. На какой здесь мы тела? Ну, кажется, здесь никакого тела. Растоматывая это, в ходе с хренивей. Ну пойдем, продавшись, а спросим. Так, ну что, мои хорошие, заказали мы дверь. Доставка будет в четверг. Рома уже будет в этот момент ночь. Потому что с 6 до 7 будет доставка. 14 700 что ли дверь. И 1000 рублей подъем на пятый этаж. Там тут 200 рублей каждый этаж. В общем, я жду очень сильно, что ее привезут. Я ее сама приму. И с Максимом просто невозможно ходить по магазинам. Хоть убейте, просто невозможно. Он орет, он писит, ютка сам по себе носится. Это ладно. Сейчас. А Максим вообще с ума сходит, висит, в коляске не хочет сидеть. И хочет ходить, куда ему нельзя. Естественно, боятся любопытства. Но это невозможно. В его строительном магазине просто. Все отрывает, все вертит. Все стучит по всему. Это вообще кошмар. Пытается стекло выбить. Это кошмар. И ребенок, руки он не дает. Он на руку вообще не ходит. Очень. Ой. Мне кажется, чем он взрослый становится, тем больше он начинает проявляться, который надо потихоньку усмирять. Но не всегда это здесь не получается. Сегодня прекрасно. Я с тот же раз говорю, уже, наверное, второй день подряд. Как погода, тепло, хорошо. Мы сейчас идем в районную больницу детскую. Будем прикрепляться туда. Обходим вокруг весь всего города. Слава богу, он маленький. И пойдем, где мы не по месту жительства в больнице. Потому что наше по месту жительства, оно очень далеко от нас. И неудобно ходить. Естественно, если там прививки, сидела делать, прям с утра кровь сдавать. Поэтому мы пойдем попробуем в другую больницу. Не знаю, примут нас, не примут. Мы взяли вроде как все документы. Надеюсь, что у нас будут ребята, и мы будем туда ходить. Будем проходить комиссию, будем ставить прививки. Потому что Максимке мало прививок поставили для его возраста. И будем нагонять всю программу, которую мы не успели. В общем, как-то так. Сейчас пойдем. Вон скверик какой у нас тут. Ой, я тут, наверное, не была еще пешком. Наверное. Ну, далековато, конечно. Дом уже запрались, но ничего страшного. Вот порожек взяли. Широкий. Вот такой он. Какого? Ну, такой светленький, хороший. И прикрепим, как получится. Вот мы взяли болгарку, как раз Рома взяла. Ей пилит, отпиливает, что там лишнее. И будет отлично. Сейчас приделаем, будет красота. Девчонки. Сейчас, секунду. Вот он, наша больничка. Казалось, намного ближе, чем была предыдущая. Я не знаю, какие тут врачи. Что, давай руку. Я не знаю, какие тут врачи, но мне здесь очень нравится, тем, что близко. И проблема с коляской, то, что здесь сначала завозишь коляску, потом забираешь ребенка и идешь уже в больницу. То есть для нее отдельная дверь. В больнице с коляской нельзя, но все равно это намного ближе. Намного ближе, чем мы уже жили, когда до этого было. В общем, я довольна. Место вроде хорошее. И близко, быстро, что еще надо. В общем, нам сказали, нужно переделать полюс, там печать поставить. Это завтра нам идти сюда еще раз и переписать все организации. Тогда мы будем прикреплены к этой больнице. И завтра будем этим заниматься. А сейчас мы идем по магазинам и домой. Сейчас мы в пласядочке еще посидим. Дерец носится, Максимка спит. Все хорошо. Вот так. Так что, отлично. Киска, киска. Не надо трогать, Юрка. Да. Юрка у нас кормит киску. Сосиской. Да? Да. Как зовут киску? Это не Вася. Вася у бабушки. А это кто? Юля. Только не трогай, Юр. Да. Вон носик беленький какой. Покушает. Молодец. Да. Пускай покушает. Она голодная. Да. Кушает, кушает. Проголодалась кисонька. Кушать хочет. Да. Мама. Да. Да, киска кушать хочет. Ну, он уже дома практически. Да, запись идёт. В итоге мы хорошо сходили по магазинам. Были только в Дикси, сразу скажу. Мы больше нигде не были. Мы уже немножко устали. Мы прошли весь город, наверное. Полгорода точно мы прошли. Самое главное, завтра идём в детскую поликлинику. Нам осталось всего два дня на выходные. А потом он уходит на работу. И поэтому за эти два дня должны что-то мы должны сделать уже. И будет круто. Сейчас я варю макароны с сосисками. Сейчас покажу вам какие-то наши покупочки, которые мы совершили. Мы взяли фруктоняню. Они сейчас по скидке в Дикси по 50 рублей. Это очень хорошая цена, потому что они даже в детском мире стали стоить после Нового года в районе 55 рублей. Поэтому сейчас они за 70 везде продаются, а то и за 80. В итоге взяли 4 штучки. Максим меня их обожает сразу. Говорю, он без них не может. Но когда есть возможность, мы их берём. Когда особо нет возможности, естественно, мы их убрать не будем. Но пока что есть, надо брать. Так, взяли сок добрый. Яблоко, персик. Там в районе 60 рублей. Что-то около того. Взяли фарш говяжий. Не знаю, возможно, пожарю. Может быть, нет. Фарш деревенский, свиноговяжий я всегда беру. Мне всегда нравятся ближние горки. Девчонки, взяла тампоны, честно скажу. Я уже несколько лет их не брала. Но я хочу наконец-таки попробовать, потому что у меня... Если говорить честно, то у меня вообще после того, как я рожаю, беременню, а потом кормлю грудью, нету этих дней. Сейчас они начали появляться. И ещё плюс пью таблетки противозачаточные. И они мне начали появляться. И я всё время иногда использую всё-таки обычные прокладки. Но сейчас я захотела прям тампоны. Они сейчас там по 120... Не дам. Они сейчас там по 120 рублей. Поэтому в любой аптеке, в любых магазинах они стоят намного дороже. И пачка большая, так что я заново попробую. Я уже давным-давно хотела купить. И всё думала, где-где-где, чтобы взял типа дешевле. И сейчас я вот нашла. Взяли туалетную бумагу. Она там по 50 рублей. Ну, почему нет? Ес. Нам нравится ес. Рома взял масло растительное. Подсолнечное благо. Благо. Стоило в районе 60 рублей. Нам нужна была маленькая бутылочка, чтобы у нас было удобно. Чтобы далеко не тащить тяжёлую дуру. Поэтому взяли чуть-чуть. Также набрали творожков, черничкой там всякие. Мы берём огуши. Нам нравится. А Юркина любимая черничка. Другие он не ест, потому что другие белые. Как он говорит, бэ-бэ. И Максимку не есть все. Но... Будь здоров. Но, честно сказать, я стараюсь творогом не увлекаться. Максимум 2 банки в день. И то с перерывом там, допустим, в день. Потому что, мне кажется, очень много творога для детей. Для таких маленьких это очень вредно. Поэтому я стараюсь немножко дозировать это всё. Мы с мужем, честно скажу, я не удержалась. Я взяла 2 пачки чипсов себе и мужу, как обычно. А это Принглс. Нам всем нравится. По 100 рублей. Пока я думаю, что мы уже давно не брали. Хочется что-нибудь такое с паприкой. Моей любимой его. Ну и мне тоже нравится с луком и сметаной. В общем, теперь немножко займёмся вот такими неприятными кому-то штучками. Но мы любим чипсы. Я не вижу в этом ничего плохого. Это такие же продукты. Допустим, мы живём в 21 веке. Для меня это нормально. Потому что, когда мне было 15 лет, я каждый день ела огромные пачки чипсов. То же самое с их шоколадной батончиками, сникерсами. Сейчас я этого не делаю абсолютно. И я считаю, что когда был переходный возраст сладкий, когда мне появились собственные деньги, когда я пошла на работу, сейчас я просто иногда себе позволяю баловство. И я думаю, что нет ничего плохого в том, что, допустим, чуть-чуть иногда съесть чипсиков. Для меня это норма. Ничего страшного. Для мышки, честно скажу, я уже давно и давно не ела. Хотя иногда желания возникают. Но из-за того, что они очень сильно пахнут, из-за того, что я, допустим, даже если... Даже если дети будут спать, и они будут чувствовать этот аромат, мне самое будет неприятно от этого. Поэтому от них я отказалась и несколько лет уже, честно скажу, не ела их. А вот чипсы, ну, ничего страшного. Ну, вот какая здесь... 65 рублей домик в деревне 20%. Взяли их черный хлеб. Мы берем бородинский в основном, потому что он для меня очень вкусный. Я люблю бородинский, а муж берет белый. В общем, хорошо, мы сегодня сходили. Я сейчас чувствую, что, возможно, на часик убегу в ванную. Я буду только очень сильно рада. Возможно, детей вечером искупаем. И, в общем, на этом сегодня все. Такие у нас дела. Не знаю, будет он сегодня еще пилить, вот последний мостик такой делать между... между полами. Посмотрим, что будет делать дальше. Сейчас я прибираю все мои покупочки, готовлю кушать. И садимся кушать. Ну, как это вы поняли, я думаю, да. Субтитры сделал DimaTorzok